Аким области Бауржан Абдишев призвал наказывать чиновников за коррупционные преступления, лишая их возможности работать в органах государственных структур. Об этом и о многом другом глава региона рассказал на совещании комиссии по борьбе с коррупцией. На совещании комиссии по борьбе с коррупцией присутствовали Акимы почти всех городов и районов области. Те, кто не смог приехать в Караганду, были на связи при помощи селекторного аппарата. Совещание открыло Аким области Бауржан Абдишев. Во вступительной речи он отметил, в Казахстане коррупция является одной из главных проблем. Мы все осознаем, что коррупция предвозит в первую очередь развитие, социально-экономическое развитие, привлечение инвестиций, негативное воздействие на политические общественные институты государства и представляет собой серьезную угрозу в целом развитии нашей страны. Также глава региона напомнил присутствующим, что работой по выявлению коррупционных правонарушений должны заниматься не только правоохранительные органы и органы местного самоуправления, но и общество в целом. Это 66 лиц с начала года остаются безнаказанными. В 2011 году по всей области было выявлено 80 коррупционных преступлений, в 2012 – 128, а с начала года по всей области зарегистрировали 102 коррупционных случая. Также были выявлены факты взяток со стороны должностных лиц. Например, Аким села Тересакан у Латавовского района был пойман с поличного отдачи взятки. Ежегодно проводится обеспечение продуктивной занятости граждан, нуждающихся в трудоустройстве, наказание правовой помощи населения в вопросах трудоустройства, пропаганда знаний и соблюдения антикоррупционного законодательства. Выслушав доклады глав органов местного управления, у главы региона возникли некоторые вопросы, касающиеся части наказания за коррупционные преступления. В следствии этого Бауржан Абдишев дал Акимам городов и районов ряд указаний. Также призвал чиновников проследить, что провинившиеся больше не смогли устроиться на государственную службу. Марк Бишкол, Жасгабасов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский.